Вот сейчас практически качаем с колёс дизельное топливо в дизель. В сутки уходит в пределах 400 литров в зависимости от нагрузки. Мастер дизельной станции говорит, такого ещё не было, чтобы подавали топливо в генератор на ходу, прямо из бочек. Старый вышел из строя, выработал свои ресурсы. Заменили резервным. Однако машина не справляется и в любой момент может остановиться. Тогда посёлок останется без электричества. Мы протянули его перед эксплуатацией, провели обслуживание, но он весь течёт. То есть вы заходили сейчас, пробовали, как он трясёт. Разбивают всё, у нас и двери уже отлетали там всё. И самому там находиться просто очень тяжело. Вибрации бешеные. Посёлок Орадан находится в 150 километрах от районного центра. Это единственный населённый пункт на юге края, который получает электроэнергию от дизельной станции. Сегодня жители Таёжного уголка говорят, вынуждены отказаться от электроприборов. Более того, электричеством посёлки пользуются по часам. После 12 часов ночи посёлок погружается в кромешную тьму. Вот утром встаёшь, в первую очередь открываешь холодильник, там вода. Берёшь вот тряпку и начинаешь там жоркать, убирать всё мокро. Вот и так это у нас у кого-то утром начинается с кофе, у нас с холодильника. Детский сад закрывают, родителям детей девать некуда. А детский сад закрывается, потому что некуда, не на чем приготовить, на электрических плитах готовиться. Не на чем готовить пищу, детей кормить нечем. Резервная дизельная станция сегодня работает в веерном режиме. Сначала запускают одну часть посёлка, следом другую. Электричества в посёлке не бывает по полдня, а то и сутками. Местные власти боятся, дотянет ли аппарат до зимы. Ремонт старый дизель не производится, диагностика не проведена. Поэтому если с резервным дизелем что-то произойдёт, то посёлок останется без света. Лето проходит, что будем иметь зимой неизвестно. К решению этой проблемы подключились районные и краевые власти. Районные власти заверили, посёлок не останется без электроснабжения. Приобретут дизельную станцию уже в ближайшее время. Ольга Максюшина, Станислав Берки, Новости.